Ре. Вис Этерс Ирте. Ясно, потому что развалины в каждом большом городе, Рига, это 300 квадратных километров большой территории, и эта программа, когда она началась, мы постепенно новые и новые находим, да, то есть сами рижане нам звонят, говорят, мы еще нашли, то есть и постепенно эта карта, она увеличивается, что-то сносится, но факт один, то есть эта программа дает нам возможность контролировать ситуацию, это как поликлиники, у каждого здания есть свое личное дело. Чем болел, кто хозяин, куда заложено, какие процедуры были, и это дает возможность прогнозировать, когда мы с чем-то справимся, потому что вот здесь показывали на сюжете тоже, какие пропали здания, но пропал когда-то славный, известный, был по всему, даже Советскому Союзу, Вэфовец, такое общественное питание, самый современный кабинет, Нордбанк его снес, все, то есть это было полное развалино, да, и история всего, сегодня уже умалчивает. Но Рижская дума повлиять на вот снос этих уничтожений не может по большому счету. Мы заставляем и банков это делать, да, потому что если банки отняли от какого-то собственника здания, да, то есть и ждут, что кто-то появится там, не знаю откуда, это нереально, да, и сами банки сносят, да, то есть, ну или их дочерные предприятия. Что касается жилых домов, которые находятся в плохом состоянии, вот последний год очень часто появляются новости, то пол провалился в доме, то потолок, то стена рухнула, знаменитые дома на Буру-9, сейчас недавно в Болдырае, по-моему, тоже что-то рухнуло, в центре города тоже не помню адрес, не скажу. Превентивные меры не проводятся, получается, раз вот эти новости постоянно появляются? Я думаю, немножко вопрос иначе, то есть, если Рижанин имеет право на помощь Рижской думы, ну он, скажем, одинокий пенсионер, у него есть соответствующая, ну многодетная семья, тогда он имеет право получить муниципальное жилье, и мы его строим, и, скажем, многодетная семья может получить жилье, скажем, ну сейчас надо ждать, ну я не буду приличить, ну год, мы можем предложить квартиру, если это, мы строим новое жилье, и это, ну то есть наше, как бы, предложение, если это частная собственность, то есть это приватизированная квартира, ну и, соответственно, он не имеет права, ну какие-то льготы, он не малоимущий, он не инвалид, у него нет, скажем, этих всех преимуществ для помощи, то, конечно, это надо делать совместно, да, то есть не будет кто-то сверху, дядя Федя не придет и скажет, у меня тут есть для тебя подарок, тогда надо думать, как ремонтировать, то есть и специалистами вместе консультироваться. Ну а каким образом это, вот эта процедура происходит, то есть если собственник квартиры видит, что вот-вот рухнет крыша, предположим, или рухнет стена, его, так сказать, нам Сайм-Некс не реагирует, может быть? Если нам Сайм-Некс не реагирует, тогда буду реагировать я, будем говорить так. Куда обращаться непосредственно в Рижскую думу, чтобы решить этот вопрос? Ну, во-первых, надо понять, то есть причину этого, если, ну, крайне, это или я, или Ушаков, то есть два человека, которые принимают эти решения. Ну, то есть, конечно, каждая ситуация отдельная, но факт один. Я могу сказать, что мы можем, если это частный приватизированный дом или там квартиры, то это надо решать. То есть тогда дополнительные взносы, кредит в банке, то есть соответствующую вот эту юридическую помощь мы оказываем. Но если он не квалифицируется как, ну, скажем, человек, который, Рижанин, который имеет, ну, социальную какую-то программу, ну, ребята, ну, мы тогда совместно должны решать, ну, то есть сегодня ты собственник, мы самоуправление, мы вот тебе готовы юридически помочь, но мы твой пол, ну, за думские деньги не можем отремонтировать. С нами уже хочет пообщаться наш телезритель, принимаем первый телефонный звонок. Добрый вечер, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, господин Ангелик, у меня такой вопрос. Я пенсионерка, получаю 285 евро. Я каждый месяц примерно 7 кубов пользую воды холодной, а 4 куба я плачу за холодное. Когда вообще наведут порядок, что-нибудь вы делаете по поводу этого, чтобы решить этот вопрос? Спасибо. Делаем. То есть зависит от того, сколько квартир в соответствующем доме. Самый правильный подход, конечно, это и дом управления готовы это кредитовать, установить так называемое четвертого поколения счетчики воды. Они очень мало с ними можно манипулировать, то есть там с магнитами, какими-то другими приспособлениями. Они более точно, то есть показывают употребление воды. Четвертое поколение это самое лучшее. И после этого, если эта разница намного больше, то есть больше, чем 20%, то делается полный аудит этого дома. То есть это ясно, что кто-то ворует. Но, как сказать, есть соседи, и кто-то нашелся нечестный. И тогда идет аудит полного дома и проверяется это. Потому что иначе, ну, просто друг на друга показывают пальцем, и это ничем не завершается. То есть если сегодня есть общий счетчик дома, потом есть счетчики, ну, то есть в каждой квартире, и вот эта разница, она если увеличивается, то значит, ну, однозначно. Ну, у нас это, как его, нигде эта масса не испаряется. То есть где-то эта вода пропадает. Значит, надо делать тогда инвентаризации в этой системе. Что касается социальных домов, вот тоже недавно, буквально, вот в Салоспилсе наш коллега рассказывал, на первом этаже находится полиция, жилые квартиры находятся на более высоких этажах. На югле, по-моему, точно такая же история, тоже на первом этаже полицейский участок, на втором и выше кризисный центр и какие-то детские кружки. И если на первом этаже эти офисы располагаются или полиция, то закрывается запасная лестница. Однако это небезопасно, как видит история с Салоспилсом, где случился пожар. Конечно, это очень такой трагический опыт, и, конечно, это основание мы тоже проверим. Хотя, я могу сказать одно, мы сейчас собираемся, к примеру, в Балдырае строить три новых, приняли уже решение, три новых жилых дома пятиэтажных на улице Межуру заезжу. И могу сказать одно, вот в первых этажах, там, в общем, будет 280 квартир, в первых этажах одного дома будет поликлиника новая полностью для Балдырая. То есть это где-то полторы до двух тысяч квадратных метров. То есть абсолютно новое оборудованное. В другом, в первом этаже, будет дневной социальный центр, ну, соответственно, который оказывает свои функции. Запасные выходы как-то будут угодно. И там все это планируется, да. Если в каком-то случае это какой-то старый дом, конечно, тогда это сигнал надо принять, и надо... Это всегда после таких, ну, скажем, ситуаций обязательно нужен быть второй выход. Или хоть наружной лестнице, по которой уходить. Хотелось бы поговорить о заброшенных домах, но сперва примем еще один телефонный звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Добрый вечер, задавайте ваш вопрос. У меня такой вопрос, я малый муж, и я стою в очереди на социальную квартиру, да. И вторая очередь, я стою. Как в этом году, какие там улучшения, что там, как быстрее получить? Спасибо вам. В этом году очередь продлится где-то на... Это зависит, если это однокомнатные квартиры. Мы в конце июня сдадим дом на 170 квартир на улице Аглонос. Там также на первом этаже будет социальный центр и отремонтированный дом. То есть будут розованные ключи. Практически все однокомнатные квартиры. Плюс мы сдадим еще дом в июле на Еритю. Это муниципальный дом, где 60, то есть 70 квартир еще будет. То есть это полностью тоже отремонтированный дом. Очень хорошее место за... То есть когда переезжаешь в Чакмаре, есть этот мост. Там сразу эта улица Еритю и там этот дом. То есть два дома. Плюс у нас предполагается в этом году примерно отремонтировать еще 50 квартир, которые есть в муниципальном фонде, которые будут предложены людям. И что я сказал, следующий год строительства... Ну то есть в этом году уже проектирование, начало строительства. Это три дома на междуразвищу 280 квартир. Мы эту программу продолжаем. И соответственно там есть группы людей. Но самая большая затребованность это однокомнатные квартиры практически. Потому что это основное, одна и двухкомнатные. То есть если многодетная семья, как я сказал, она в течение года может получить квартиру. Еще один важный вопрос. Это недостроенные или заброшенные здания. Вот на территории больницы Гай Лейзерс недостроенное здание роддома, где недавно погиб молодой человек. И в Балдырае также, по-моему, заброшенное здание, где погибла девочка. Нет, она не погибла, она упала. Упала и в тяжелом состоянии находится. Упала и в тяжелом состоянии находится действительно. Почему эти здания такие доступные? Хороший вопрос. Почему они доступные? Такое же здание было около дома мебели. Когда-то еще с советских времен или постсоветских времен построено. То есть это полностью ответственность на владельца? Ответственность на собственника. Да, и я могу сказать, те, которые смотрят, и собственники смотрят эту телепередачу, отвечают собственники. И тогда идите в магазин, покупайте сухари. То есть вы будете сидеть в тюрьме. Это не шутка. То есть если собственник не сделал соответствующие действия, это собственность, это не только почет, это и ответственность. Но после вот этих трагических случаев Рижская дума каким-то образом реагирует? Обнесен ли, обнесли ли забором? Во-первых, это уголовный процесс против собственника. Начнем с того, это не Рижская дума, это уже государственная полиция. Во-вторых, то, что Рижская дума делает, да, мы не имеем карательных функций. Мы имеем административные функции. Это двойное наложение вот этого налога, который мы также в вашем сюжете показывали, не полтора, а три процента. То есть они платят в двойном размере за здание и за землю. Вот эти деньги направляются потом для других функций. Это также административные штрафы. Две-три тысячи евро зависит от того, ну, как комиссия решает. Это наши возможности, да. Мы не можем отнять, то есть у нас нет возможности принять решение отчуждения. Но факт один, конечно, мы работаем вместе с полицией, то есть три административных наказания, потом уголовное уже. Телефонный звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. Да, да, я готов, готов. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Да, добрый вечер, уважаемый. Я хотел задать вопрос на счет поливальных машин советская вредила. И это, не смывая улицы, которые я охаривал, которые я знаю, какой я неаккуратный, да. Это преступление против санитарных правил. Это надо призвать к ответственности. Где делись поливальные машины? Я могу купить, а если вам нет денег. Прием. Спасибо. Почему не чистим улицу? Нет, нет, нет. Где делись поливательные машины? Я не могу ответить, потому что у самой Рижского думы нет своих машин. Я сразу скажу. У нас нет своего автобусного или автопарка как такового. Мы, если мы чистим улицы, да, то мы, соответствующие профессиональные компании, заключаем с ними договор. То, что касается уборки, сейчас весной идет уборка зимнего песка. И то, что касается всего, то, что за зиму насыпали, это проводится до середины мая. То есть постепенно у нас 5000, скажем, 5000 больше километров улиц в Риге. И они должны быть убраны, это не поливанием, а сейчас есть специальные 20 у этих фирм, которые занимаются более 20 так называемых больших пелесосов, таких вакуумных. Едет большой такой ящик и все, что там есть, забирает. После этого ведет еще второй раз. И таком постепенно, начиная от магистральных улиц и завершая другими улицами, полностью убирается все зимнее достояние. Почему сейчас это делается, не раньше? Потому что еще когда есть заморозки, ну то есть апрельские месяцы, чтобы два раза это не делать. И сейчас основная задача это убирать все, что за зиму было. После этого, если есть сухая погода, идет соответствующая функция, ну как это не поливание, а есть такое, когда влажностью они покрывают. Да, но это в основном, это магистральные улицы, это где идет общественный транспорт. Ну все зависит от денег, да, если у нас много денег и бюджет может позволить, я с удовольствием бы каждую улицу мыл и мылом, и порошком. Но для этого надо тогда в нашем распоряжении быть больше денег или самим быть более ответственным. Еще один телезритель хочет задать свой вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем, задавайте. Алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Меня слышно? Могу говорить, да? Добрый день. Добрый. Господин Америк, значит, очень конкретный вопрос. Перекресток улицы Униес и Густаво-Земгала-Гартове, да? Тут очень оживленное это движение, но вы знаете, вот эта новая трасса Густаво-Земгала-Гартова, она уходит новая рука и туда дальше. Но меня не интересует, или она, перекресток улицы Униес и Густаво-Земгала-Гартове. Тут это планируется и, может быть, перекресток или хотя бы зебра, потому что перейти, ну, тут очень, это нереально. Транспорт, это движется очень, это быстро, активно, четко, но вот такой. Спасибо большое. Да, это очень, очень, то, что касается всех этих, скажем, это магистральная улица и, соответственно, то есть обыкновенную зебру, если там есть поток более, то есть два полоса в каждую сторону, по сегодняшним правилам уже нельзя ставить. То есть это единственная проблема, которая касается всех пешеходных обыкновенных переходов. Где они есть, мы их не убираем, потому что они исторически создались, и там есть предупредительные знаки. Но если мы хотим сделать так, как, скажем, в Ацмилгрависе, еще где-то мы делали таких, мы имеем право по сегодняшним правилам это делать там, где только одна полоса в одну или другую сторону. То, что касается этого места, сколько я сейчас помню, там планируется регулируемый, то есть проектированный, регулированный светофор, не могу ответить, но думаю, что даже в этом году он будет установлен. У нас время незамедлительно заканчивается. Хочется спросить про лето близится, ремонт дорог. Где, когда самые крупные работы, где ожидать пробки, не касаясь, например, улицы Кришнабарона, потому что про это тоже хочется отдельный вопрос задать. Я скажу так, в общем, я все-таки скажу, Кришнабарон это очень тяжелый, и я тоже очень критически к этому отношусь. 28 мая мы озадачили всех собственников этих двух фирм, которые работают, 28 мая, то есть с велосипедами, те, которые бригадиры, исполнители, собственники этих компаний, обязаны с велосипедами старой Риги до Вэфовского моста и обратно сами лично проехать по своей работе. То есть вот это будет проходить в субботу, 28 мая. Это срок, когда Кришнабарона должна быть завершена в порядке. И это первые там проедут сами собственники. Конечно, она будет продолжена в этом году по тротуарам. Там надо приводить в порядок все, что касается пешеходной зоны. Но это очень тяжелая ситуация, и я очень критически к этому отношусь. То, что касается других ремонтов, да, мы планируем в этом году перефрезировать весь асфальт на улице Бривибус. Кроме одного участка, это с Лачплэша до Вэфовского моста, там будет прокладываться теплотрасса. И поэтому от старой Риги до Лачплэша и потом от Вэфовского моста до Юглы. То есть будет перефрезирован полностью асфальт. Тоже не полностью закрывая улицу Бривус, тогда будет полный кошмар. То есть по полосам, так же, как это делалось на островом мосту, когда по полосам это ремонтировалось. Еще полностью ремонтируется улица Лачплэш. Это перпендикулярная улица этой магистрали, чтобы не полностью создать пробки. Еще примерно 15 улиц Риги. Также приводится около Вэфовского моста улица Турайдес, к примеру, которая давно уже ждала свой ремонт. Да, этот ремонтный фонд у нас предполагает примерно 15 миллионов евро от бюджета, который будет вложен. Очень-очень коротко про теплотрассы вы сказали. Так получается, что если отремонтировали улицу, то значит через пару месяцев обязательно здесь поменяют теплотрассу, начнут менять трубы. Мы хотим эти правила сейчас принять, что если мы отремонтируем улицу, 5 лет там никто не имеет права ничего делать. Это пункт один. Если есть аварийные работы, ну прорвало трубу, это никто не защищен. Тогда не полностью только заделать вот эту яму, но тогда целый участок улицы сразу заново заменить, асфальт, чтобы не создавались вот эти ямы. Но, к сожалению, это стоит для этих фирм намного дороже, чем просто дырку заделать. Но у нас нет другого выхода, потому что качество этих ремонтных работ очень далеко от идеального.